Девушки отдыхают Человек, переживший годы всевозможных неприятностей, скажет иначе, например, так «Обжегшись на молоке, будешь дуть на воду». Лично для меня это больше похоже на правду, чем эта херота про то, что не убивает вас, делает только сильнее. Но мне всегда было интересно, что за личности такие, которые так говорят. Я про не убивает и делает сильнее. Я считаю, что такие типы явно кидают понты. Я ненавижу это слово, ненавижу выражение. Любой психолог вам сказал бы, что такие люди лицемерны. Я чувствую лицемерие, я чувствую, насколько это лживо. Бля, как же я ненавижу, когда звонит телефон. Вы сейчас снимаете? Мы снимаем постоянно. Постоянно? Постоянно? Я впечатлен. Очень впечатлен. Но джедаем, пока вы не стали. Тебе никогда не хотелось пожить жизнью обычного человека? Ну, я и живу жизнью обычного человека каждый день, когда я на работе. Это отдых для меня, нормальная жизнь. Я ем то, что мне нравится. Можно сказать, что мне нравится консервативное спокойствие. Когда у нас есть возможность постоянно переключаться на Дарк Трон. Ребята, мы не гастролировали, мы работаем. Не надо над нами издеваться, мы вам не цирковые артисты. Но с другой стороны, если вы занимаетесь этим только ради денег, тогда что, черт возьми, такое капитализм? Еще один лик сатаны. Надеюсь, что они смогут страдать так же, как и я. Не знаю. Самоубийство, в моем понимании, это нечто интимное и вместе с тем незаконное. Опять же, для меня, причем я об этом уже говорил, Иногда название песен или фрагменты лирики сродни таким декоративным элементам. С возможностью для слушателей найти в этом деле нечто симпатичное. Я не выспался, вот почему я такой шумный, чувак. Я проснулся и написал еще одно стихотворение, но это было охуенно тяжко, старина. Можно вспомнить детство, когда, будучи ребенком, ты с нетерпением ждал, когда на свящий день можно будет открыть свой подарок. Вот примерно то же самое я переживал, когда написал стихотворение. Я словно говорил себе, Черт возьми, какой же я молодец! Это твое третье стихотворение, и оно получилось таким содержательным. О чем же было это стихотворение? Чувак, как же я кайфовал по ходу сочинения. Я словно мчался со скоростью 250 с лишним километров в своей собственной голове. Пришлось постараться в этот момент, все дома спали. А мне пришлось писать стих в темной комнате. Чувак, я до сих пор не видел, что я там написал. Вот увижу и охуею от счастья. Я понимаю, насколько бесполезно писать стихи на моем гребаном родном норвежском. Конечно, мои сочинения не поддаются переводу. С таким же успехом можно переводить песенную лирику Боба Дилана. Нахрена это надо? Точный смысл написанного передать невозможно. Как невозможно передать ход его мыслей в законченной форме. Надеюсь, что лет через 10-15 мои стихи будут выпущены в формате книги. А потом 800, может быть 300, или, может быть, 180 норвежцев купят мою книгу. После чего, может быть, 30 из них скажут. Ага, что, прикольно! Лучше, чем ничего, но мне не хотелось бы об этом думать. Не нужно смеяться. Это напряжно-напряжно как для меня, так и в чем-то напряжно для других. Вся блок-металлическая сцена напряглась бы, если бы мы изыграли более коммерческую музыку. Более бездумную и более слащавую, но я думаю, что этого не будет. Когда я впервые взялся сочинять тексты песен, помню, что в тот момент я расстроился. Потому что часть слов с норвежского адекватно, без потери оригинального содержания, на английский не переведешь. Но опять же, тут все дело в выборе, но это такой разочаровывающий выбор. Во время сочинения я хочу использовать норвежское слово «тарн» — «башня ладья». Но на английском слово «тарн» звучит «shit», то есть «дерьмо». Прошу прощения, англичанин не может сказать, что он одержим «тарном». Одержимый «тарном». Вот вам пример трудности перевода. И вот с чем я, кроме всего прочего, столкнулся, когда начал сочинять лирику. С этим много кто сталкивается. Норвежцы, которые хотят писать тексты на английском, подобных тонкостей не понимают. А когда норвежцы сочиняют лирику на родном норвежском, сейчас я говорю именно о блокметалистах. Так вот, они не понимают, что норвежские слова звучат дерьмово, когда их поет «старая ведьма». И это самое большое разочарование. Нет-нет-нет, они этого не понимают, стадина. Потому что эти норвежцы стараются побыстрее изложить свои переживания на бумаге. При этом отредактировать, отследить собственные мысли, они просто не в состоянии. Но они пытаются. Якобы. Я слушаю музыку в стиле «хаус». Есть такое выражение «музыка – это смысл всего сущего». Так вот, музыка – сам Господь Бог. Тем самым, посредством музыки мы общаемся с Богом. По-своему, по-особенному. Тогда я уверен, что ты не хочешь обсудить со мной, как на новом альбоме звучит бас. А с барабанами и тарелками там все в порядке? Никаких зашифрованных посланий? Может быть? Нет. Никакой маленькой фотографии девушки на обложке? Нет, ничего подобного? Ну ладно, хорошо, спасибо. Мне нравится ваш альбом. Окей, спасибо. Хорошо, сейчас я точно собираюсь сходить куда-нибудь выпить. Но мне еще работать 8 часов. Но я могу надеяться, что, может быть, у тебя найдется время попить немного пивка. Конечно. Конечно, вот и ладненько. Попьем после работы. Мы исправим, исправим повреждения. У меня такое чувство, что все потеряли веру в индивидуальность. Наверное, в свое время мы выглядели, как такая маленькая команда в черной униформе. Все, по сути, косили друг под друга. И это считалось чем-то неслыханным. Обратите внимание на корень «слышать» в слове «неслыханно». Ну а сейчас кажется, что все это превратилось в массовое явление. Многие скажут, ну что ж, сейчас это гребанная мода, массовое явление. Возможно, вы смиритесь с этим. Но лично я продолжаю относиться скептически к тем, кто сейчас сочиняет свои песни и играет блэк метал. При этом, похоже, что они преданы выбранному делу, как и мы в свое время, то есть тогда, да и сейчас. Я постоянно думаю о том, как даже эти люди сдадутся. Вот такое вот дерьмовое сомнение с моей стороны. Потому что в начале пути никаких сомнений у нас и у меня не было вообще. И лично я ни о чем не сомневаюсь, так как продолжаю слушать музыку 80-х, которая привела меня сюда. Та старинная музыка в любом случае часть меня. Уж никак не меньше блэк металла. Мне противно осознавать, что 14-летний подросток, заинтересовавшийся блэком, не заметит музыкального развития. Вот что я ненавижу. И этот подросток не узнает природу блэк металлического явления. Ему потребуется много времени, чтобы ознакомиться с той старой музыкой. И даже если бы эти молодые фанаты блэка узнали, с чего все начиналось, им было бы сложно проникнуться всем сердцем. Ну а я просто вырос в этом чертовом говнеце. Еврониус почти закрыл свой магазин. По этой причине, кроме всего прочего, народ и разбежался. По сути, все, кто с ним общался и дружил. Какого черта? Мы никогда не были друзьями. И, как говорится, не дружили домами. У нас тут каждый сам за себя. И забудьте о выражении «один за всех и все за одного». Это просто хуета. У нас здесь, в Норвегии, так не принято. Мне приходилось это многим объяснять. Скинхеды, выступающие против расовых предрассудков и другие люди, постоянно мне твердят. Если кто-то тебя побьет, мы тебя защитим. На что я реагирую? А вы-то тут при чем? Если вы сами попадете в неприятности, я своим гребаным пальцем даже не пошевелю. Сами, блядь, виноваты. Черт возьми, нас ничего не объединяет. Мы не группировка и не движение. И когда я об этом говорю, я как бы намекаю на то, что в основной своей массе мы индивидуалисты. А другая группа смотрит на нас, как на такую, какую-то шоблу. Поэтому все было неправильно изначально, и, черт возьми, мы никогда не хотели помогать друг другу. Но нас объединяло общее чувство юмора, которое сформировалось через какое-то время. Нам было приятно совместное общение, и у всех нас были свои любимые альбомы и прочие общие интересы. Но больше ничего общего нет. Местные норвежские блэкари не связаны кровными узами. Хренове всего блэкарем быть в летний сезон. В свое время на Заре Блэка всем поголовно приходилось щеголять в кожаных штанах и ботинках. Еще и кожанки носить. А я потел. Блэк металлисты в бродильском городе Сан-Паулу наверняка от постоянной жарищи до охуения поплохеет. Да! Горящая церковь, символизм! Постоянные поиски! Ну что это? Я не хотел, чтобы кого-то за это поймали. Я не знаю, почему кто-то готов пойти в газету для того, чтобы признаться. Да, это я, это я это сделал. Не знаю, я даже никаких вопросов не задаю. Я просто не знаю причину. Черт возьми, меня не назовешь любопытным. По идее, все эти поджоги совершали свои же. По идее, Блэк метал должен быть продолжением наших истоков. И, по сути, не должен был выходить из-под контроля. Я помню, что мы обсуждали, например, стоит ли нам давать гребаный интервью или не стоит. Но мы эту тему как-то не развили, не проявили необходимой твердости. Не установили четкие правила. Дело в том, что мы не были группировкой конформистов. Каждый из нас в любом случае был сам за себя. Поэтому, если один блэкарь говорил, что мы не должны давать интервью, другой возмущался, схуяли, я пойду на любую крайность. Поэтому о какой-либо преданности говорить не приходится. Но при всем при этом, в любом случае, были какие-то свои эстетические принципы. Кто бы мог это знать? Но, как я уже сказал, мы никогда не планировали, не обдумывали свои действия. По крайней мере, в случае Дарктрон. Поэтому мы не раздумывали. А стоит ли нам снова использовать Горзу Спейнт на нашем следующем альбоме? Может быть, наши слушатели офигеют и начнут нам подражать? Это вряд ли, чувак. Мы просто сделали то, что, черт возьми, не должны были делать. И мне очень жаль, что вся эстетика Блэка расползлась, блядь, до таких ненормальных пропорций. Но я уверен, что есть много чертовски серьезно настроенных ребят, которые сохраняли такой настрой вплоть до конца 90-х. До сих пор появляются новички, которые понимают суть Блэка. Дело в том, что никто из нас не хотел становиться символом Блэк Металла. Мне бы хотелось, чтобы эту роль взяли на себя другие. В Блэке никогда не было потребности в символизме. Но затем возник спрос со стороны молодежи. И молодняк начал долбиться в двери звукозаписывающих компаний. После чего лейблы поняли, что они хотят делать на Блэке бабло. И им нужен тот, кто будет символом всего этого движения. И это мотивирует лейблы подписывать контракт с очередной группой. Ну это же совершенно нормально, ну согласитесь. Почему я злюсь? Так или иначе, у нас у всех были бесовские помыслы. Но в металлической культуре моя личность отчасти символизировала гнев. Но я сам так и не смог избавиться от этого гнева. Музыканты многих старых трэш-групп всегда говорили. Да, мы чертовски агрессивны, но мы избавляемся от агрессии через нашу музыку. Я не ебашу по барабанам своей установки, если к моей голове не приставлен пистолет. Поэтому полагаю, что моя агрессия распространяется на самых близких для меня людей. Это один из моих серьезных недостатков. Как же мне жай! Мне нужно принять это как факт. Для меня важно то, что я чувствую, и что я могу чувствовать искренне или притворно. Но с другой стороны, я могу выслушать то, что также считаю нечестным. Но тогда я должен учитывать то, что я, блядь, обманываю сам себя. Но вместе с тем я убеждаю себя в том, что сегодня мне это понравится. Да, черт возьми, я обманываю сам себя. Ну и ладно. Я совершенно не помню, чтобы говорил, чтобы я четко мог определить, что честно. Я говорю о сильном чувстве. Если я могу услышать немного правды или почувствовать немного правды. Правды и честности. Нет, мне бы хотелось отделить правду от неправды. А правда и ложь всегда сталкиваются между собой. Да ну нахрен! Правда и честность, как два разных брата. Желание отделить ложь от правды мотивирует тебя создавать свою собственную музыку. Когда сейчас я сочиняю риффы, по большому счету это занятие меня чертовски волнует. И я много думаю в процессе. Да, я убеждаю себя в том, что мне нужно это сделать. В принципе, я просто, блядь, играю этот долбанный рифф. При этом я не знаю, куда я могу его пристроить. Надо признаться, что я постоянно слушаю музыку, причем мне все равно, в каком она стиле. Я, блядь, дико стараюсь. Мне хотелось бы думать, что прослушивание чужой музыки во многом помогает мне выбрать подходящий рифф. И забраковать неподходящий и так далее. Это охуенно важно. Дарк Трон относительно экстремальное. Да, сторонний наблюдатель считает нас экстремальной группой. Тем не менее, из-за того, что мы играем экстремальную музыку уже много лет, считаем, что наша экстремальность становится умеренной. И мне бы хотелось, чтобы она оставалась такой вот умеренной. Меня реально умиляет, когда ветераны сцены хотят зажигать. И еще больше умиляет, когда они хотят зажигать снова. Мы же всегда шли своим путем и думали о Дарк Трон, что это наша мать его судьба. Вот поэтому я считаю, что мы не вписываемся ни в одну из этих категорий. Когда вы будете брать у меня интервью, например, через 25 лет, а не через 10. Я все так же буду продавать альбомы здесь, в Норвегии. Приходите через 15 лет. Я буду в отчаянии и признаюсь, чем угодно. На самом деле, я сжег около 18 церквей и заработал себе еще больше авторских отчислений. Продолжение следует... Продолжение следует...